Всем привет! Вы слышите Алекс Жоана Третьего Португальского, который ведет Португалию к чему-то, куда-то, в что-то в Сидберс Цивилизейшн 6 на уровне сложности божества с последним патчем, собственно, и новой цивилизации. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала все видео могут уже сейчас найти во вкладке сообщества. Сразу спасибо им за поддержку. Так, продолжим. В прошлой серии у нас встал второй фуншал. Ну и вообще у нас тут все так прикольненько, мне кажется. Вроде вот сейчас уже начинаем офигительное развитие. Итак, из Визео мы, по-моему, уже отправляем. Да. А, нет, не отправляем, не отправляем. Как раз вот сейчас можно и Пайян отправить. Отлично. Почему-то ухудшилось научное состояние Вавилона, не пойму почему. У нас тут уже майя начали божить по-дикому. По технологиям впереди почему-то минилик. Ну разница в 10 технологий, честно говоря, это немного. Прямо скажем. Ресурсы, ребята, обрабатываются. Кстати, у нас с миниликом можно? Слонятиной. Так, ну, нефрит пока никто не будет брать, потому что он у нас запрещен. Да, но у нас закончится это через 6 ходов. Зато можем вроде как поторговать. А, у него есть янтарь. Жаль. Ладно, может он нам что-нибудь так захочет? 12 однократный. 2 злота. Ну это, кстати, вполне. Вполне подъемно. Я тебе гляну, что у меня со счастьем. Да, надо брать. Вообще подъемное. Примем. Сделаем. Ну, тем более, что у меня золото ж немерено, да, как у Португалии. Что там еще у кого есть? Янтарь есть у всех вообще практически, я смотрю. Я только одного, я только османов не встретил. Их надо найти. Так, шелк еще есть у Майя. Что у нас за шелк хочет? 10 и 2 золота. Тоже нормально. Кстати. Так, трифеля у нас есть. Хлопок у нее. Один. Сахар у Колумбии. И серебро, кстати, у Колумбии еще. Тоже нормально. Что-то как-то вообще так дешево ресурсы продаются на счастье. Так, серебро я у него тоже уже выкупил. Какао есть у Испании. Я понимаю, что я через 6 ходов могу это все на какао и чай у Испании. На нефрит поторговать, но а смысл ждать? Тоже нормально. У меня сейчас идет минус 9 всего лишь за эти договора. Приятная сделка, мне нравится. Пока проплыву, потому что плавно... Скаут быстрее плавает. Кстати, а вот это может быть уже и турок есть. Судя по всему. Это явно не границы Бразилии. Надо высадиться, встретиться с ним. Так, тут сначала лошадей обработаем. Здесь акведук достраивается. Наверное, повырубаю лес и шахты поставлю. Из фуншала. В адуатаку. Не, ну в атакакуб лучше. Тут, конечно, денег поменьше на 9 ход, зато производство больше, потому что у нас скрии в союз. А с кельтом, который гал. Опять же, повторюсь, кто-то меня будет обвинять, что я галов иридические кельтами называю галлы. Это одна из народностей кельтов. Так что, это вполне... Так как я бы россиян славянами называл. Вот такого. Найти источники. А, блин, я отправил крия у него тут. И с ним союз заключил. Да, это я ошибся. Куда мы его перебросим? Ой, вот так он сейчас зачем-то. Так. С Испании восточного союза будут. Что у нас в Бразилии? 264 деньги. В адуатаке нет вообще коммерческих районов. В богату я уже одного отправил. В Вавилоне нет коммерческого района. С Вьетнамом союз. Ну, придется все-таки в Рио-де-Жанейро отправлять. Ну, я сейчас тут доплыву и полечусь на территории Вьетнама. Кстати... Кстати, мне бы сделать, на самом деле, еще один Нао. И мне надо во Вьетнаме тоже в Хаиторе разместить. Ну, у Хайян не буду размещать. Тем более, что тут вообще даже негде. А вот какой-нибудь Данхоя и Хуалы я бы разместил. Ну, кстати, надо в этом. В Гима Райнше. Может, просто купить тут Нао? Давайте я куплю. Это реально важно. То есть, еще больше денег, как бы, я генерирую. Так, развлекательный комплекс. А что там верфь ускоряет? Две верфь и паровой двигатель. Пока, наверное, нет. Так, так, так. Оружейную я куплю тоже. Хотя, в Эворе. Пока мне нет смысла ее покупать. Давайте в Лиссабоне арену. Строитель Визео. Ну, пора, наверное, уже гавань строить. А кампус что? Плюс два здесь есть у нас. Ну, я бы, наверное, вот этим строителем, кстати, вырубил лес. Сначала все-таки гавань. А потом... Кампус. Строительная инженерия ускорена. Но я хочу меркантилизм. Кстати, а где я могу этот... Международный торговый пути из этого города получать плюс два золота. За каждый редкий ресурс. Ну, мне бы либо в Каинбри, либо в Фуншале строить. Или, кстати, в Геморайнише еще тоже вариант. А где он вообще строится? Только на побережье рядом с гаванью. А, слушайте, а на побережье... А, на море все-таки. Значит, в Геморайнише я не смогу построить, потому что я бы тут рядом с гаванью... Этот... Янтарь. Его никак не убрать. В Каинбри могу здесь построить. Так. В Фуншале... Здесь, например, смогу построить. А у нас тут... Надо посмотреть, может, инженеры, какие будут на чудеса. Я бы очень хотел построить. Это чудо, конечно, новое. Потому что... Плюс 2 золота за каждый редкий ресурс в пункте назначения. Я думаю, это будет офигительный плюс. Вот знаете, что мне не хватает в Нау? Чтобы было написано, сколько они в Фаиторе использовали. Но это я так понимаю. Я просто помню, что эти... Я тут 2 использовал. Тут и тут. К Кри. А тем Нау я использовал здесь. А, кстати, а у этого... А, наверное... Да, и вот у Гала. Ладно. То есть... Просто я помню, что у этих Нау я все использовал. Надо сплавать сюда. Может, тут я смогу город еще поставить. Ему не нравится, что я на высокогорье сид... Ну, я как-то и не селюсь сейчас особо. Вообще-то. Да, давайте посольство Кри примем. Реализация сейчас откроем. Так, уголь, рудник, плюс производство. Так, смотрим. Раз. Блин. На моей ромашке. Правда, к промышленной зоне плюс. Жалко, я тут не успел центр коммерции поставить. Да. Так, метеоритный дождь далеко от меня. И уголь еще около Ватикана. А, еще три угля даже. Так, ну с углем мне прям завезло. С углем прям все, кайф. Так, турка я встречу. Так, это только турок. Странный цвет, конечно, у него непривычный. Ну все, я последнего встретил, да? Или нет? Ну мне не дали, что я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Смотрите, одиннадцать. Значит, еще кого-то я не встретил. Так, а кто там еще должен быть? А, Византия еще. Византия. Точняк. То есть, производство. Так, вот растем. Блин, вот еще уголь. Так, вот эту точно надо выкупить. Блин, может, лучше пойти уголь обрабатывать, а не лес вырубать пока тут. Сейчас надо быстрее здесь файторию ставить. Пока там гавань не начал Вьетнамка строить. По побережью пока пойду тут. Знаете, вообще, хотелось бы, чтобы у Нау как-то восполнялись заряды для постройки файтории. Красиво. О, четырнадцать производств. Вот это я понимаю. Красотела. Красотуля. Так, кампус. Тут нету смысла пока мастерскую и фабрику строить. И так четырнадцать производства дает. Рынок. Я бы тут купил, наверное, рынок. Или... Так, короче, давайте я пока промышленную зону начну... Блин, она вообще без плюсов всяких. Тогда можно только с акведука хотя бы начать. То... Ты как бы строишь промышленную зону, которая тебе ничего не дает, в принципе. А так акведук хоть потом даст сразу плюс два промышленной зоне. А, Тэппл Майор построили. Жалко. Я надеялся на Тэппл Майор в Ватикане. Когда-нибудь пуншали недостаточно жилья. Тут, по-моему, я все построил, что могло жилье давать. Поэтому... Пускай пока так оставлю. Так, у нас повышение. Но... Не, я хочу быстрее приплыть тут фаиторию поставить. Я следующим ходом... Кстати, я могу еще одного торговца, в принципе. Давайте глянем, куда я могу их отправлять. Доступные пути. Во-первых, в Саламанках. Какой-то новый город испанец поставил. Ага. Ну туда пока минимум какой-то. Так, из фуншала в Адуатуху. И все, да? Ну давайте, наверное, из фуншала в Адуатуху тогда купим. Здесь. Торговца. Да, ну уже 400 монет в ход, это, конечно... Это, конечно, приятно. Ваши поданы устраивают в праздник. Ага, веселье соответствует. Ну, потому что я скупил как раз ресурсы. И у меня тут довольство поднялось. Запретный дворец. Так, я хочу оружейную купить. Видите, давайте я подумаю. Да, я бы, наверное, порох открыл сначала. Потому что оружейный... Э, если каменоломник плюс одно производство будет давать. И поэтому я бы оружейную купил, чтобы ее ускорить. Так. Теперь из фуншала отправляем в Адуатуху. Тут строим... Фейторию. Берем... Броненосец. Возьму. Сразу броненосец. И, наверное, даже с этой стороны оставлю. Потому что я думаю, что я буду... Гала выносить. Он мне не нравится, как сосед. В принципе. А с другой стороны, подождите, у него... Да, слушайте, мне гала выносить немножко бессмысленно. Потому что его районы... Районы не такие прикольные, как мне хотелось бы. Он же их не может ставить правильно. Я даже не знаю, а стоит ли мне кого-то выносить? Еще вопрос. Ладно, в любом случае, броненосец я хочу сделать. И возьму к перемещению. Так. А, слушайте, а вот еще вопрос такой. Получается... Мы же открываем броненосцы и нау уходят? То есть, когда Португалия выходит в броненосцы, она не сможет больше фейторией строить? Вот это, кстати, тоже минус. То есть, построил фейторию в возрождении? Все. Не построил? Как бы вышел в броненосцы пакеда фейтория? Так, тут начинаем кампус. Маяк я сейчас куплю. Маяк покупаем. И откуда я еще могу... Я еще могу отправить караваны вменяемые. Ну, 18-то мало. Вот, вратамагус. Могу. Галу, но там у нас нету, кстати... А, это тоже новый гор? Нет. А, это он вратамагусе наконец гавань построил, кстати. Так. И... Ну, я бы, конечно, киносеуса Кахикан отправлял, потому что тут больше производства. Денег не намного меньше, а производство больше за счет... Еще в пес могу отправлять. Не помню, я вверх... Дайкнера в Кахоке уже третий докинем. Я просто не помню, сколько у меня там верфей. Купим здесь торговца. Так, ищем источники сначала. Граната. Ага, тут, в общем-то, мы уже все угли... Так, давайте я на автомат поставлю скаутов. Уже так приблизительно понятно. Так, заслон мне мешается. Дай... Дай уголь обработать, слонятина. Слоняется, слонятина. Так, можно убрать. Пошли, наверное, уголь обработаем. А, плывем. Во Вьетнам лечиться. Сюда. Постоим, полечимся. Так, еще два. Никуда не отправляю. В Лиссабоне. Давайте, наверное, верфь сначала. Просто мне надо две верфи в итоге когда-нибудь построить. Дамба есть. Уже, значит, плюс шесть производства. Кампус тут все еще никакой. Может, так и поставить тут кампус на плюс один хотя бы. Наука бы шла. Ну, ладно, верфь сначала. Восемь производства для верфи. Потом мастерскую. Кавалерию. Кавалерию. Так, а что у нас там вообще нужны? Мне фез заповедник. Болонья. Торговца. От туса заповедник. Ну, мне надо бы какой-то заповедник создать. Давайте еще раз глянем, как у нас пристили. Ну, по-моему, я уже смотрел и как-то все не очень было. Так, понимая, территория уже. Ну, что-то как-то... Блин, вот тут, кстати, визео можно. Блин, ну, тут мне надо шахту ставить с другой стороны. Притягивающий. Потрясающий. Притягивающий. Ну, тут всего на один уровень. Тут не станет он потрясающим, блин. Ну, в принципе, визео есть вероятность построить. Вот на этой клетке. О! Гал меня осудил. То-таки он хочет, чтобы я его вынес, я так понимаю. Непреодолимое желание у Гала быть уничтоженным. Так, там три мушкетера что-то тоже ускоряют. Вот тут стандартизацию. А, у меня же селитры нет. Мне, наверное, никто ее даже не продаст сейчас. Нет, Вавилон готов продавать селитру. Ну, можно подумать над тем, чтобы три мушкетера сделать таким. Один у меня есть, но апнуть можно просто дуболома. Да, он у меня один. Тоже на автомат поставлю скаута. Так, эту фаиторию пойдем в Дангхой ставить. Блин. Что за... Почему слон тут тусит? Я возмущен. Так, Кеносеус, Акохикан. Прокладываем торговлю. Тут жилье появилось от маяка, я так понимаю. Так, это... Этот кампус для Лейри. Поставлю промышленную зону, потом кампус. Угу. Ну, тут, кстати, неплохой город станет. Прям на уголь поставлю. Ну, то есть, там не супер, но в принципе... Да, красивый город будет. Давайте, тут даже кампус поставится. Смотрите. Рядом с рифом. Давайте, куплю в Каимбрии. Да, блин. Посела? Да, норм. Сразу его сюда отправлю. Отмечу себе, что тут кампус хочу. А гавань у нас... Да, как раз. Да, нормальный город. Тут только рыба, я даже практически до всего дотягиваюсь. Кроме вот этих крабов. Прикол. Ну, вообще, какие-то островки такие-нибудь. Ну, на этих уже жалко. Это, скорее, для испанца имеет смысл ставить. Так, Эвора дает производство. Ну, тут, наверное, уже можно акведук поставить, чтобы еще больше производства шло. После акведука, наверное, стоит сделать... Или я куплю лучше в Каимбрии рабочего, чтобы уголь обработать. Подумаю еще. Здесь еще непонятно. Так, порох мы открыли. Ну, это банковское дело. Литье, астрономия. Как-то так пока сделаем. Здесь, наверное, имеет смысл гавань строить. Там плюс... Давайте сюда. Подождите, или центр коммерции? Может, лучше центр коммерции? Тут тогда... Например, кампус бы здесь соседствовал с центром коммерции. А сюда можно еще какой-нибудь район будет потом поставить. Тут, правда, я... Нет, давайте вот сюда центр коммерции. Как раз на... Ну, а нафига тут гавань? Вот, если так посудить... Знаете, центр коммерции лучше. Там религиозные войны проходят, как всегда. Нет, правопроходы с Колумбией не хочу давать. Посольство для Вавилона дадим. Ладно уж. Раньше не хотел давать, теперь хочу. Ну, и как-то уменьшилась наука. Так... Уже можно... Немножко... Ослабить по воде. Так, ну, повышаем тут везде производство. Обрабатываем уголек. Ну, и стали варенья, благодаря тому, что уже есть броненосец. Баблишка куча. Еще отправляем караванчики. А, это повторные. Ну, все равно, фуалы, конечно. Так, это у нас... Плывет к Дангхою. А вот и Византия. Все, теперь я реально всех встретил. Кстати, может, я первый? Да, первый. Что у него тут? Ага, вино... Вино. Вино и хлопок. Так, нефрит пока еще не работает. Но тут осталось реально два хода. Вот у него я уже не буду покупать ресурсы. Чисто торгану. Кинтаря у него нету. Ну, не знаю, давайте хлопок. Торгуем пока. На янтарь. Да елки, почему она закрывается постоянно? И сделать равным все до сих пор не починят. Блин. Да, 11 золотов. Вот, нормально. Причем, что-то Византия купила юниты у какого-то города-государства. Непонятно. Так. Наверное, все-таки вратамагу. Все-таки деньги важнее. Я собираюсь все покупать. Здание в городах. За деньги, поэтому... За деньги, поэтому... Ну, а, 30, еще хороший островок. Но, опять же, Испания. Я думаю, здесь уже... Стопудово, да. Там большая... Большое влияние испанских городов. Так, есть кампус. То буду, наверное, покупать. Как минимум, библиотеку. Построить... Построить надо район. По театралочку. Тут остается для... Театралка для Эворы. Хотя бы, НК Эмбра... Быстрее растет. А, ну тут, кстати, не будет... Такая... Такой бонус соседства, как здесь. Потому что, видите, не будет второго района. Но, тем не менее. Театралка. Так. Тут гавань есть. Купаем маяк. Давайте, наверное, строителя. Здесь кампус. Отмечу, что будет. О, блин. Один ход. Я опять... Темный век. Да, надо... Надо в... Нормальный. Не, ну она же еще не следующим ходом, правильно? Ни одно очко надо... Ни одно очко надо... Ну, короче, сейчас... Так, подождите. Я, по-моему... Нет, лошадей я точно использовал. Железо я тоже точно использовал. Селитру. Селитру. Селитру, по-моему, кто-то был готов мне продавать. Вот, Вавилон. Да, давайте... 10 селитры, чтобы... Купить... Сделать мушкетеры в нормальный век выйти. Не хочу я с лояльностью разбираться. А что так... Что так дорого за... Селитру, чувак, хочет. 22... Не, подождите. Давайте глянем, может, кто подешевле. Вот, Бразилец. А, Бразилец вообще не продает. И этот и Вьетнам не продает. Да. Ну, ладно, хочу... Следующим ходом все-таки апнуть. Дали варенье. Найдены источники. Достаточно жилья было, пока гавань и маяк не построили. Так. Красивая буря у этой... Эм... В... В арке прямо. Так, где мне будут зайти... Селитру требовать. Ой, блин, все-таки сейчас началась. Я никогда с этими эпохами не пойму. Один ход, либо ноль ходов, блин. Эм... Так, тут главное, что мы можем... Во-первых, делать производство... Лесопилки на тропических лесах. Так. И вот это чудо я хочу попытаться. Так, угля у меня и так нормально. Наверное, пока... Так, жилье, жадные бароны. Бароны. Представь, с каждой биржи. Но нет, у нас бирж. Ну, можно капельские патенты поставить чисто, чтобы... Блин, ну мне я бы республиканское наследие не убирал. На самом деле, это... Поэтому черный мне пока некуда ставить. А здесь у нас треугольная торговля появилась, да? Плюс четыре золота и одна вера от всех торговых путей. Ну, кстати... Для Португалии это получится неплохая карточка. Смотрите, 324 вход. 423. Нифига себе. Просто на ровном месте. Блин, все вышли. Ну, хорошо, соседи, кстати, в нормальном. Это... Это значит, что... Не так больно будет лояльность влиять на меня. Мне кажется, континент я уже все тут пооткрывал. Так что здесь вот драконы брать нету смысла. Ну что, надо как-то в героическую теперь попытаться вырулить. Так, Каимбра, Торидебелен строится. 11 ходов. А в фуншале... Тоже 11. Ну, вот здесь она мой. Так давайте мы в фуншале и построим. Мне кажется, фуншал покруче будет. Новое чудо. Посмотрим, что за оно. Так. И я бы здесь, наверное, рабочего купил. Пообрабатывал. Тут быстрее все происходило. Есть акведук. Давайте дамбу. Теперь мастерскую я бы тоже купил. То есть пока 10, а будет 14 получается производство. Мастерская не хватает купить. Жаль. Так. Тут угля у меня, конечно, навалило. Пустынные какие-то острова. Даже не знаю, что тут исследовать уже броненосцам. Но он, кстати, дальше бегает, чем НАУ. Поэтому, наверное, именно и мы пойдем лучше сюда исследовать. АНАУ как раз вернем. Так. У нас тут турок в соседстве. Давайте еще раз проверим, кто-нибудь с кем-нибудь воюет. Византия с Эфиопией. Турок ни с кем, но у него со всеми плохие отношения. Испания все еще с галами воюет. Это все еще из-за меня. О, галлы с Вьетнамом замирились. Значит, у нас только две войны. Эфиопия. Эфиопия-Византия и Галлия-Испания. Ну, Галлия-Испания, наверное, такое. А вот Византия и Эфиопия реально в соседях и друг дружку мутузят. Так, в Лиссабоне у меня, похоже, вообще уже все обработано. Не хочу пока театралку. А, ну, давайте тут мастерскую, угольную фабрику все построю. Верфь. Наверное, лучше Верфь. Мастерская даст три производства. Верфь даст три производства, одну пищу и четыре золота. Кайперов пока не строю. Включение надо в строительную инженерию. Пойду и с ними вероятность. Ну да, до 15 есть. Довести. Два хода уже 14 будет жителей. Нет. Не буду пока это брать. Хочу дождаться, когда уже на нефрит запрет закончится и им меняться. Кто там объявляет войну Галии? Так, удваивает очки. Ну, давайте за флотоводца проголосую. Кстати, в прошлый раз было, что запрещены флотоводцы. То есть вообще флотоводцы не набивались. Типичные бонусы. А с чем? Давайте, наверное, научные. Ну и не факт, что это все пройдет. Компьютеры как угодно голосуют. Вообще не угадаешь. Да, ставите 100% к научным и не начисляется опять флотоводцев. Я не знаю, почему компьютер на флотоводцев так зол. Так, это внутренний был, да? Да, здесь плюс 3, но вы же понимаете, что тут дамбу надо строить. И там будет плюс 4 в итоге. Она может отправить, потому что тут очень мало производства в Лире. Она просто ни хрена не строит. Так, хоть быстрее производственная площадь появится. Так, средства похищаем. У нас вообще тут шпионов. 2 из 2. Так, прокачиваем. Так, этот у нас едет в Пайторе. Тут тоже хороший остров, видите? Но компьютер не занимает их. Типа нафиг надо. О, здесь рурка, возможно. Кстати, в Лиссабоне она тоже возможна. А нет, почему? А, фабрику необходимо построить. Так, а где у нас для больше всего производства вообще? 61 Лиссабон. Ну да, в Лиссабоне надо рурку строить. Кстати, и здесь рурка, возможно. В Геморайнше. Здесь. Угольная 6. Ну, наверное, построим. Так, давайте тогда в Лиссабоне, наверное, куплю фабрику. Ой, куплю я ее. Блин, 600. Чуть не хватает. Денюжков. Это я отложу производство и начну рурку. Куплю следующим ходом в фабрику. Не хочу тратить что-то тут еще строить. Лучше реально рурку делать. Какие-то у меня битвы за верующих в моей империи. Ваши цели соответствуют действиям тяжелая промышленность. Вьетнамцы любят тяжелую промышленность, оказывается. Ммм. Ммм. Там бразилец турку объявил войну. И Вьетнам объявил турку. Ну, Вьетнам как бы через пролив, наверное, там он вряд ли будет. А то, что тут бразил турку, они тут рядом. Они тут очень рядом будут. Ммм. Ммм. Четыре. Вообще, пока бессмысленно посылать шестых. Не знаю, не хочу. Потому что нет лаборатории. И, соответственно, оно просто никак не будет влиять эти послы. А сюзеренами стать не могу пока. Так, а я вообще тут, да, ну должен мочь. Тут, тут паитория ставится. Вот вопрос. Имеет ли мне смысл уже открывать броненосцы? Или такие мне понадобятся еще? Ну, вот давайте подумаем, а где я вообще могу еще фаитории, фактории, как вы хотите, требуете их называть, ставить. Ну, тут я поставлю. То есть могу еще в этом городе поставить, да? Могу еще Саламанки поставить. Кстати, вот почему я до сих пор в Барселону, мне интересно, не добегают караваны? Вот это мне непонятно пока. Хотя там уже гавань есть. Неужели Барселона дальше находится, чем тот же Ротамагус? Ну, Ротамагус визуально, конечно, хотя... Ладно, не открываю пока. Бароненосцы все-таки хочу... Так, а где у нас химия? Вот сюда. Пошли в химию, а мне просвещение бы открыть. А почему у меня не открыто до сих пор просвещение? У трех великих людей я жду. Ну, пойду уже так. Вот два банка надо построить. Даже, наверное, их купить надо. Два пригорода. Пригороды надо идти. Трех мушкетеров надо сделать. А пригороды у нас вот здесь. Через строительную инженерию. Так. Теперь банки. Ну, тут рынка еще нет. Кайф. Давай купим. Так. Какие у нас доступные пути у меня? Нет, по-моему, три каравана еще. Саламанку. Вратамагус. Фес. Везде маловато. А где у нас Фес? Ага. Подождите, а почему... А, да, вот гавань. Короче, мне нужен еще один нау. Несомненно, в Саламанку и Фес. Давайте в Каимбре поставим сразу в очередь. Легче купить его. Сколько он будет стоить? 480. 480. Давайте лучше куплю. Только тогда в Паншале. Потому что сюда ближе. Также в Паншале мы покупаем торговца. И пока денежки кончились. А, блин, я же фабрику хотел купить. Ладно. Все, тут строим фабрику. И явно есть куда деньги тратить. Чиницу Биг Бен. Контренсион построили. Так, Ватикан растет. Просто растет. Сейчас не растет. Блин. Ко мне растет. Жилья не хватает. Вытекай. Ну, маленький же Ватикан. Все правильно, что ему. Куда же там селиться? 4 монет добыл. Амутация плюс пища. Здание строителей, строительство. Будет сможет поставить. Хотя, жалко. Все, все вот эти карточки жалко убирать. Так что, наверное, нет. Так, паводок предпрощен. Нашли. А, это у нас второй уровень с Вьетнамом. Видите? И открылась территория, которую Вьетнам видит. Ну, тут такая какая-то война. Трех коллег. Ну что, Рейну на покупку районов попробуем. Наконец-то в Донхои тоже поставил факторию. Так, будем вырубать овечек. Тут обработаем уголь. Так, к сожалению, не успел коммерческий район тут поставить. Прокачаю, наверное, на хищение средств. Так, этот у нас сначала в Саламанку, потом в Пес. Нау. Так, Фуншал. Давайте... Саламанку. Что производство дает. Так, здесь рыбку. Все еще никуда не отправляем послу. Верфь. Школу навигации. Кстати, а вот здесь эта школа навигации будет дофига давать. Давайте школу навигации и куплю здесь рабочего. Вот это все. И, наверное, торговца. В принципе, еще одного можно купить. Так, тут я оставляю производство. Хочу кампус начать в следующем ходу. в том, когда овец всех забьем. Так, мы только так оставляем. Да, сушите, надо было нау прокачать на движение. О, скаут. Племя нашел какое-то. Пойдем посмотрим, что там. Так, интересно. У нас две таких войны соседей происходят. Бразилия, Турция и Византия, Эфиопия. Упас еще Кри с Колумбия повоевали. О, утрачивает лояльность Ватикан. Ну, а минус один это... Это несерьезно. Так, вот наконец-то рурку тут ставим. И угольную я здесь куплю, пожалуй. Малый. Все-таки. Отлично. Я все еще не понимаю, почему из моих внутренних городов не дотягиваются караваны по морю. Никуда. Даже хотя бы до той же Адуатуки, например, из Лиссабона. Или... Куда, да. Киносеуса Кахикан. Не понимаю. Ладно, я продолжу Веверу посылать. Нужно производство. Так, здесь Нау вылечился. Опять, на автомат поставлю. Хай. Исследует. И тоже на автомат. Следующий. Кампус. Ну, я, в принципе, уже как бы догнал по науке. Ну, хотя Майя на 80 впереди. О, до Донхоя добегает отлично. Сколько сразу дает благодаря Паиторио. Красивый город будет. Наверное, я, наверное, монумент тут куплю. Строитель 290 тоже куплю. Следующим ходом и начну пока гавань. Продолжаем воровать. Этот строитель тут обрабатывает подлян. И эту... Наверное, в Саламанку. Все-таки пока. О, Есемити нашли. Тоже никто не поставил город. Ну, нафиг надо. О, в Севилью. Блин, если до Барселоны забегает, да и до Севилья не будет добегать. Опять же, не понимаю, почему еще. Наверное, если посчитать клетки, то, конечно, получится, что не добегают. Извержение супервулкана. Тут на производство. Ну, вот, Лере уже 15 будет жителей, да? Урбанизацию ускорю. Блин, два банка надо купить. Ну, вообще, деньги, мягко говоря, куча куда уходит. Вроде много вход, да? А деньги уходят только в путь. Кто-нибудь... Давайте пока канализацию пооткрываем. Еще трех мушкетеров надо. Одного могу апнуть, а остальных-то двух покупать надо. Тоже дорого. Тут деньги постоянно тут куда-то пропадают. За Португалию. Не так уж их и много. Арсакхас. Там вообще инженер какой-нибудь нормальный есть. Мгновенно он создается. Ну, в принципе... Нет, не могу обещать, что прекращу шпионить. А-а-а. Нет, потеря. Нет, потеря. Давайте дружбу объявим. и попробуем выкупить плеч нефрит не поторговал 14 золота вход ну наверное наверное да что поделать так что у нас интересу кофе с бразильцем давай на янтарь линда причины чего это ничего ощущает просто нет не хочет платить ладно так один на один торганем и гипс у турции на нефрит этот эти готов дофига заплатить лично что у нас по счастью плюс 3 очень хорошо это плюс 5 процентов по моему да плюс 10 даже процентов довольства и дамбу мы уже закончили кайф сколько тут плюс 16 производства саши бительно мастерскую пока коимбрия тоже наверно мастерскую ленте начало так кстати в эвари театралка 13 жителей по-моему надо да чтоб до перехода и можно будет еще театралку здесь на сколько будет театралка 2 3 на плюс 4 вроде если не на плюс 5 плюс на плюс 4 давайте чего овец обработаем потом железо так в бразилии что-то не получилось в константинополе может потырим 400 монет ну тут уже нормально производство давайте лучше отправим на деньги так куда у нас доступно во из бежи у нас теперь бежи появилась во куда надо перебрасывать точняк будут крутые караванчики давайте сделаем шахту фига где руинки обнаружились так все лирия не растет урбанизация ускорена классовая борьба ускорена большой город рев машин милик арсаккас ну тут конечно у испании дофига городов уже на побережье вижу но до них тупо не дотягиваюсь я не знаю автоледа у меня разве нету этого торгового поста кстати как тут посещу торговый пост у нас есть я уже забыл вот с этим с модом на интерфейс там просто торговый пост если он есть он как бы виден я реально уже не помню как смотреть если торговый пост в этих городов с торговый пост увеличивает дальность торговых путей странно это запрятано холм движение дорога модификатор обороны по моему когда будь здорово там не пишут в комментариях что у тебя аллергеновое творчество поэтому ты чихаешь да по моему вот тут оно пишется наличие торгового пути они ты торгового поста да нет нет что-то нифига электричество а вот торговые посты да вот торговый пост в фаро есть в лиссабоне есть но хорошо это как мне посадить вот мир фуншале нету торгового поста да но я хочу знать если торговый путь у в городах испанца то есть мои торговые посты у него в городе я ж это не могу никак узнать вот в чем дело ну судя по тому что до барселоны не дать не дотягивается то значит то ли да нету торгового поста дима так так угольная фарон то есть производство давайте купим так тут банк 3 хода вся банк он просто 9 золота добавляет да эти наверно купим банк тут а в пара реально будем строить 3 хода и ускорим получается что-то там ускорим так тут фабрика готова угольная тоже купить давайте построим тут рыбный промысел делаем по что или он сидит и тут реально вот этих вот беленьких штук много миг этих надо бы подобавлять покупать пошита на науку от школы навигации влияет так 220 255 277 что движение поделить к уже мая впереди что-то что-то в этой партии вавилон как-то груз грустненько едет едет грустненький вавилончик маленький ничего не делает ну он был конечно в начале впереди но сейчас как-то грустненько все почему я даже науки было больше всех несмотря на минус 50 процентов и сейчас просто ипотехам при новой ну как ни хреново но он не первый так стоит ли мне рационализм ставить у меня только несколько городов надо пока еще нет у меня пока только лирия по-моему 15 жителей а кампуса на плюс 4 вообще нету поэтому пока нет но вот скоро лисабон станет еще 15 жить а в лире ими хотя нет даже кампуса еще тут вот он только планируется он планируется ну ладно давайте уже продолжение тогда в следующей серии такое тягомотное развитие пока мы максимизируем количество количество караванов возможных то есть мне я уже все цивилизации встретил да то есть это уже 12 11 караванов плюс у меня раз два три 4 5 6 7 8 9 10 нового в чем то еще в городе нету нету не вам еще чем-то еще 1 городе нету либо на 10 городов точно 1 2 3 5 7 8 до 10 еще в каком-то городе нету либо нету либо маяка, либо рынка. Тут есть, тут есть. А, да, в Эвере. В Эвере вообще нету даже района. Ну, опять же, повторю, продолжим завтра. Спонсоры уже могут во вкладке сообщества поискать продолжение. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok